всем привет друзья мои с вами дир и я сегодня хочу рассказать вам о фонаре а точнее у фонарях и наверное сюда мы добавим еще посмотрим по времени если не получится я добавлю следующее видео то есть если она будет больше 20 минут я наверное все-таки резану и да сделаю поделюсь на две части и во второй части я хотел бы рассказать о зарядных устройствах для мобил для камер вообще для чего-либо что заряжается от сети это так называемые банка power bank ротативные такие устройства которые сейчас уже в нашем современном мире доходят там до 20 тысяч ампер часов мощность их не и там скажем современный мобильный телефон могут заряжать до 5 до 8 раз у меня не такие мощные но три раза я могу заряжать потому что я покупал давно и просто сейчас хочу вам показать рассказать о них а сейчас уже за 2000 можно купить очень значит хороший там power bank который вам значит ну уехали куда-то в тайгу там вообще нет ничего взяли с собой экшен камеру как зарядить батарейки сели да вот как раз подключаете к такому power bank у и снимали продолжаете дальше или то же самое телефон многие боятся зарядка не сядет у меня дядька такой же вот сейчас короче зарядка села и как же быть дальше экономит выключает постоянно но это бред телефон должен для того чтобы в любой момент экстренный позвонить чтобы вам могли дозвониться но это самое важное мне кажется так вот это во второй части я если время будет расскажу в этом видео если нет мы сделаем вторую часть и следующее видео вот а это первая часть будет посвящена именно фонарю я купил себе новый фонарь прожектор такой причем компактный хотел о нем рассказать а потом значит подумал что я буду значит об одном фонаре рассказывать и решил показать все свои фонари и показать такую цепочку как я вообще шел наверно к своим фонарям ну там старых фонарей совсем нету вот у меня какие-то уже на даче там там сын бегает там с детьми играет с ними но приблизительно один из первых фонарей я вам покажу то есть два даже 11 1 потом покажу к чему я вообще пришел насколько они мощнее насколько они интересны насколько они полезнее может он скажет ребята но слушайте бред вообще за такие бабки я лучше возьму себе какого-то там китайца и буду с ним снимать и буду я с ним значит ходить на рыбалку и куда мне там надо там в туалет или вылез за грибами там не знаю там лучше с грибами конечно не ходят но мало ли вот короче начнем а то я опять сейчас все затянул очень надолго так вот и вот еще друзья мои в предыдущем видео где я снимал поводки показывал вам про поводки патрулинг там как я использую не использовать что это ночью короче поводки видео про поводки я обещал вам протестировать их на разгонную нагрузку взяла я не стал даже это вкладывать сюда объясню ситуации я начал их короче пытаться разорвать сами понимаете там у меня поводки минимум на 17 по моему килограмм вот а какие-то 30 какую нагрузку надо было приложить и короче один у меня разорвался один разорвался на 15 килограмм на 30 разорвать не смог то есть как я там привязал веревку поводку там тянул ничего разорвать не смог но на 15 килограмм не разорвал я даже не понял на какой вообще нагрузки разорвал на очень приличный а меня же голода вылезли тащил так что пипец то есть у меня к ноге веревка была тут значит карабинчик я цеплял и здесь безменным тащил забыл выставить память фишка то что короче выстрелил также чуть-чуть и не пробил натяжной под потолок эксперимент у меня на этом был закончен благо я не пробил его так что поводки в принципе довольно таки прочные наверное и и главное брать их проверенные все а теперь начнем про фонари ну что друзья мои вот один из моих первых фонарей здесь батарейка уже конечно подсела но смысл конечно заключается в том что вот он такой мощности на самом деле вот кто знает речку ахтубу да она в определенных местах конечно поуже и по есть пошире вот но значит вот по самую мощность суть принципе реки одна то есть речка но довольно таки широкая вот этот фонарь вполне перри перебивал ахтубу и там можно было что-то рассмотреть конечно нечетко ночью но вполне нормально он освещал это вот такой значит фонарь это китаец здесь у него зум значит тут такой есть у меня таких фонарей 3 я купил сыну жене себе и еще у друзей и все они довольны он вот так иначе вмещается в руку единство что он конечно такой увесистый и немножко кармана летние скажем так оттягивает но вполне значит сносный фонарь для своего китайца ну как бы для для своего значит значит вот так ты конструкция откручивается он полностью видите не пластиковый металлический вот на таких значит в такого насчет ну как это называется патронтаже батарейки заряжаются очень удобно ставил и это металл алюминий там не знаю что там и закрутили мы вот значит он широкий получил я сейчас даже не видно вот примеру значит темный коврик из-под компьютера я думаю на нем будет более-менее видно вот значит он светит точкой и вот расширенного светит сейчас конечно светло выключать свет я не буду но так чтобы вам показать принципе по мощности он вполне нормальный в принципе вполне удобный но единственный минус его это значит ты его нигде не прикрепить не на штатив никуда и на голове тоже наверное не закрепить можно им хоть устройство придумать но это будет полный бред хотя наверное есть какие-то можно специально под эти фонари устройств я не знаю хороший фонарь но не очень удобный в кармане игры тяжеловато оттягивает летние карманы следующий фонарь мой был куплен налобный но это не следующий один из следующих у меня их на самом деле вот таких было очень много разных он работает от также пальчиков батареек немножко защищен от воды прорезиненный значит такой про этой крышечкой они есть разные тяжелые легкие это вполне довольно таки легкие есть вообще еще с маленькими пятачками еще меньше значит и еще легче но значит они вот так регулируются по-разному все абсолютно вот этот вот так регулируется опускается да не сможет светить то есть одевается на голову и вполне значит такая удобная вещь вот он как светит у него нету ни зума ничего это самый простой фонарь на самом деле такие нужны здесь нет ни сигнала не эконом просто один режим какой-то средний то есть видно энергосберегающий выбрали и поставили на самом деле такой фонарь даже удобнее удобнее чем что он для каких-то определенных моментов не надо переключать его скажем так из какого-то режима в какой-то режим то есть включила выключил кнопка включил выключил 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 очень удобно не перескакиваешь какие-то режим это дебильные моргания хотя не понимаю честно сигнал наверно нужно каких-то условиях но наверное принципе тебя им можно просигналить и как-то закрывая да если ты без сознания конечно лежишь но может быть ну не знаю короче эти режим сигнала не всегда на самом деле нужно на всякий случай пусть ему будет и этот короче в одном режиме копейки стоит тоже какой-то наверняка китаец я не знаю что это вообще не помню уже давно покупалась и таких фонарей у меня разных много какие-то уже к сыну перекочевали какие-то значит у меня там остались на даче лежат ну вот я один он показал тоже вполне кстати такой сносный стоит тоже какие-то копейки следующий фонарь был приобретен куда серьезней то есть он стоил уже там больше пяти тысяч и на самом деле я им очень доволен но есть определенные минусы это вот такой фонарь здесь значит у него тоже было четыре режима режим мерцания значит не на четыре режима или нет но я короче не помню что же давно его приобретал скажем на лет пять назад многофункционально его можно переделать вот так назначить на трубу крепить на велосипед примеру вот так переделать и очень удобно на пояс но на самом деле друзья мои ни разу я этим ничем не пользовался покажу со всех сторон и не знаю что это вообще счет кто-то может разбирается в английском вообще во всем этом вот смотрите что тут вообще написано нарисовано я бог его знает вот на самом деле об этом не сильно волоку может быть какой-нибудь обзорщик бы и профессионально сделал бы получше но я вам просто показал коробку вы можете на паузу нажать и почитать как он значит выглядит выглядит он вот так вот такая большая сзади на на затылке у вас будет хреновня довольно таки он увесистый это значит здесь переходник составник то есть игра чтобы потом когда он транспорта вращается тут все короче переделывается вниз вверх он щелкается вот так включается он здесь сзади все прорезинено от дождя не знаю как насчет сам фонарь но довольно таки в принципе все сделано прочное качество очень хорошая резинка сидит на голове очень удобно довольно таки никуда не слазит все четко как он светит вот как он светит друзья мои это здесь есть индикатор зарядки сейчас вот если мы чуть с вами поговорим она уже будет другого цвета гореть потому что батарейки старые стоят это я вытащил вообще там старый батарейки чтобы вам показать продемонстрировать вот как он светит вот его зум вот его зум видите как он светит да это режим я даже не помню мощный или нет дело в том что у меня один режим накрылся я не знаю кого сделать восстановить ремонтируйте наверно не собираюсь вот значит режим сигнала простой режим а режим экономии он не встает я уж не помню может его и не было вовсе может я что-то уже при на придумал себе но как написано вот здесь здесь вроде 4 значит в одном да то есть я не знаю а может они имели ввиду 4 в одном вот это имели ввиду на лбу то есть так 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 и на лбу может быть я не знаю точно ну надеюсь что ничего не сломалось я же не помню просто им пользовался и пользуюсь на самом деле я ему не так часто скажем так там три недели в год вот но вполне значит это иди вот видите уже значит показывает что индикатор батарейка садится единственный минус он очень быстро принципе жрет батареек фонарь отличный бьет очень далеко этого такой вот . его бьет он лупит просто пипец рыбалить я с ним это мой любимый из фонарей с которым я рыбачу очень удобный на самом деле могу его рекомендовать вот этот фонарь вообще классный хотя сейчас китайцы китайцы да я не знаю я их не покупал и меня уже игру но хочется купить на самом деле посмотреть там много китайских фонарей очень хороших рекламируют ребята тоже обзоры делали шикарные есть фонари но если честно меня уже жаба душит у меня столько фонарей и нафига мне вот таких простых фонарей у меня очень много хотя наверно их уже пора и выкинуть но они работают и жалко выбрасывать вот потом я значит себе следующий фонарь я приобрел себе для камеры и открыл себе такую вещь я уже делала значит про него обзор но здесь я про него расскажу коротенько вот такой значит комплект идет это вообще фонарь для экшн камер для фото видеосъемки и для подводной для подводные ребята охоты то есть для подводных съемок фонарь очень классный на самом деле шикарный я его тестировал тоже делал про него обзор водонепроницаемый без бокса вот видите как он светит и этот не будет какой-то точкой светить у него масса здесь режимов как переключаю это самый мощный фонарь очень мощный шикарный хватает его от 40 минут и там по моему до часа двадцати до часа тридцати вот он весь полностью металлический сделан фонарь шикарный и он маленький чем не понравился даже снимут его зарядить его большого труда не составляет сейчас я вам покажу выключу здесь значит есть аккумулятор маленький вот такой единственный сам аккумулятор стоит про запасной практически 2000 рублей представляете вообще просто хренеть нигде не могу найти вот точнее нашел на 2000 рублей стоит меня жаба душит у меня он один заряжается он тоже значит от сети через через кабеля и значит фишка в том что он очень маленький очень аккуратный его можно положить в карман и он не такой уж и тяжелый и фонарь многофункциональный то есть его можно для видеосъемки ставить на 4 рядом там для фотосъемки это мой вот предпоследний фонарь и ну из налобных вам последний вот это конечно будет светить намного дольше но он просто на голове и все их в руке вот так уже не подержит вот взял в руку вот тогда и пошел светишь он очень дорогу офигенно освещает причем эконом режим поставил он там ну часа на два на полтора точно будет хватать я обзор делал я сейчас не помню его тестировал где гоняло неделю на самый максимал 40 минут все подписал то есть 40 минут на полной зарядки и на максималку если очень удобно очень хороший фонарь и значит вот два последних фонаря которые я взял но это фонарем не назвать это значит люстру и такую приобрел себе палатку на кухню работает от 12 вольтового аккумулятора то есть друзья мои это любой аккумулятор в принципе но значит суть в том что он работает от маленького и халат только когда и халатом пользуемся да вот он работает у меня нет аккумулятора чтобы вам показать как он светит на поверьте мне светит он пипец к то есть освещает он вот этой лампочкой осветить можно всю кухню и причем там в карты игра сидеть просто отлично вообще вот такой маленький значит вот такая маленькая люстра в ней значит я не знаю если вот верить тут я в этом не разбираюсь особо друзья мои поэтому я вам покажу а вы там сами уже делать какие-то выводы игры на самом деле много это какой-то опять же очередной китаец поэтому может быть что-то здесь неправильно написано но он довольно таки мощный есть по длине и такие продаются вот они еще мощнее мне продается подсказал как сюда значит одевается значит из бутылки вырезается значит такой тип абажура типа абажура сюда мы одеваем и значит бутылка должна быть непрозрачная такая вот синяя и не так бьет как бы сильно в глаза по сторонам ну что-то типа такую абажурку можно одеть а если не одевать он будет по сторонам очень сильно вообще отбивать вниз будет уходить ну скажем направленного света меньше будет зато по странам очень удобно я взял на 4 палатку он подвешивается то такое крепление повесил и вот здесь я хочу модернизировать вот здесь еще врезать сюда включатель выключатель к примеру ну или крокодила придется отключать и постоянно сбрасывать таких крокодильчиков концы у него здесь на самом деле все легко просто вообще видите даже не закручена не припаян можно удлинить этот провод то есть здесь все просто вообще как и прям для меня то есть я вообще вот нуб в этой электронике и тут я понял что даже я разберусь не надо ничего разламывать даже припаять можно самому наверно вот такие вот новшества если приобрел вот еще значит вот из таких лент у меня отец сделал я вам летом в беседке покажу тоже значит только уже от сети он сделал один и один сделал тоже от 12 вольт от большого аккумулятора если от автомобильного скажем так ли такого среднего аккумулятора месяц по моему может работать вот на таких штуках вот там освещать будет в три раза сильнее чем это наверное вот там в зависимости от размера то сколько полос то есть там будет не в три раза больше ну два раза точно вот тоже делать такой свет от аккумулятора и значит очень кстати полезно я недавно об этом узнал от 12 вольт можно осветить в туристических условиях так что просто капец привез с собой багажнике от аккумулятор поставил и вообще зовут тем более можно подзаряжать от машин очень полезные нужные вещи недавно узнал об этом светодиодных диодных вот таких лет они мор в короб такие электрических карабан я вам покажу потом это все красиво можно сделать грамма так это значит я сейчас аккуратно уберу чтобы не лампу не разбить это значит свет такой скажем для палатки и для кухни для шатра и самое такое что я вам хотел показать мое новое приобретение это вот такой ручной прожектор этот прожектор меня очень сильно впечатлил я ему уделил на тест тоже порядка наверное пяти дней и могу о нем рассказать очень много я повторюсь не сильно разбираюсь я всяких вот в этих показателях вот и не стремился на самом деле я вам покажу кто знает ну вы читаете да вот мощность его не знаю что там это на самом деле не знаю написано единственное что я понял крит и 6 это один из значит новых диодов вот их там три вида я попытался погуглить этот я не знаю как там какой у меня стоит там зелененький он не самый из последних не самый может быть мощный аккумулятор значит я погуглил здесь стоит 18 650 такая удобная крышка раз за щелочкой на самих аккумуляторах здесь написано что они 8800 ампер часов вот на самом деле это конечно брехня я позвонил там тоже узнал он говорят по такой не бывает то что они китайские это китайские аккумуляторы здесь завышена но пусть завышена пусть не завышена конечно правда было бы лучше увидеть чтобы хотя бы приблизительно понимать три таких аккумулятора если покупать родные там не знали какие-то мне родные какие-то другие аккумуляторы они есть разные от 350 рублей если замену ставить сюда да там тысячи с лишним за аккумулятор здесь их три то есть представляете да если за штуку выбрасывать но я хочу потом попробовать за 350 рублей взять на другие аккумуляторы то есть говорят помощнее то есть эти пишут что на 8 часов работы хватает сейчас я вам самое интересное скажу а если взять другие которые мне предлагают 350 рублей за штуку там якобы на 15 часов работы вот и если те аккумуляторы поставить сюда то это будет бомба если опять же продавец не обманывает но я думаю не должен я про сейчас особо не вижу что там снимаю поэтому разных часы вот такая защелка крышка вот так задвигается и защелкивается в принципе довольно таки все очень качественно фонарь как вы видите такой очень интересный если затягивается чтобы не так он скажем резво гулял прорезиненная кнопка место для зарядки зарядки значит идут одна от сети единственный короткий проводок большой минус ну и сама зарядка такая хлипкая то есть на ощупь я думаю можно заменить какую-то купить классную с длинным проводом вот и вот такая автомобильная зарядка тоже по качеству видно не очень но она есть вот автомобильная зарядка от 12 вольт это все втыкается вот сюда раз и мы заряжаем что меня в этом фонаре очень сильно впечатлило кстати вот эта заглушка очень классно держится она не выскакивает оттуда держится отлично что у меня в этом фонаре впечатлило это его мощь фонарь имеет зум этот участок на максимальных настройках работает теперь моего вот он в эконом режиме и наш сигнал и выключаю так вот фонарь еще имеет зум он такой конечно интересно из трещотки с такой очень шумный но вот такой вот с такого расстояния я значит снимаю как вы видите вот в эконом режиме это наш сигнал эта мощность вот можно на разных на разные точки установить его зум такой единственно что очень шумный если я его значит тестировал и вам значит покажу в конце дождитесь в конце будет именно его тест то есть сейчас вот я там через некоторое время покажу вам как он значит я его в эконом режиме то есть вот в таком до гонял 13 часов 13 часов и он ну конечно немножко он подсел то есть не так он ярко светил но фишка в том я там увидите что рыбачить при таком значит режиме как бы когда который до которого он подсел и значит который режим стал работать можно то есть не то что можно они просто нормально вот там можно застежку перед я все покажу там показываю все видно ночь практически там ну да да познай сидел до часу ночи вот и начал снимать еще игру 12 дня и закончил в час ночи светит он короче очень долго живет фонарь очень долго в таком режиме в котором принципе можно дойти до какую-то куда-то под ноги посвятить или что-то там и не знаю даже газету почитайте то можно при таком свете 13 часов в эконом режиме если его включить на полный режим то он где-то у меня более девяти часов более девяти часов но скажем так первые полтора часа светит вот так ярко через полтора часа в два раза тускнее может быть даже в три ну в два назовем вот может быть в три раза тускнее и значит потом он в таком режиме как он немножко потускнел он значит 100 светит где-то часа три еще потом еще тускнеет и вот потом он доходит до того режима как вот я вам говорил когда вот он там 10 12 там 13 часов вот приблизительно тот режим встает и тоже можно перезарядить что-то короче живет он очень долго очень долго то есть этот фонарь и заряжается принципе не быстро но и живет очень долго то есть как жизненно необходимая такая машина помощник он вообще офигенный плюс у него игру что у него зарядка есть от машины и значит две зарядки таким так и так заряжается дальше друзья мои светит вы видите когда думать громкий очень что мне понравилось его можно допустим повесить вот за ветку повесил за ветку да и он висит снимаю то есть но не снимают не камера висит подсвечивать значит также можно поставить плюс еще какой у него прорезиненное вот это все то есть не поцарапает что-то то есть ручки все прорезиненные металлические вот эти штуки что ставится еще плюс если мы вот зимой ловим да мы ставим на лед да я вот сам заметила не знаю ну может быть я что-то не так скажу но вот мы ставим на лед и видите расстояние от льда и до фонаря довольно-таки прилично то есть мы не прям на лед получается ставим я думаю что он дольше должна работать чем если мы вот такой фонарь пример там какой-нибудь поставим хотя я думаю такие фонари никто не ставит просто я удобного взял он везде может вам помочь и поставили на самом деле наверное в зимней палатке проще подвесить какую-то такую люстру и она будет висеть но это так просто вот так же у него здесь значит есть зазор между значит самим диодом самим значит самой вот этой значит оптикой там или как назвать значит самим вот этим механизмом и аккумулятором есть воздушный зазор то есть аккумуляторы не так сильно тут все греет еще плюс на штатив можно крепить его на штатив и значит он еще отсюда вот так вытаскивается очень прочными какой-то попался этот короче вот эта штука еще вынимается я вынуть ни хрена не могу крепится он на штатив простое просто здесь гаечка если потеряли можно заменить и он вставляет что единственное он очень туго сюда вставляется его наверно даже можно немножко подточить ну вот так вот то есть вот таким макаром накруктили на штатив и он вот так стоит может допустим снимать то есть в катере удобно прикрепить или вообще на природе на штатив или на какое-то крепление в руке удобно держать раз и светишем в машине очень удобен будет наверно потому что он очень долго живет подсвечивать плюс заряжается от машины плюс его что сменные аккумуляторы можно их менять также здесь откручивается передняя линза она откручивается вынимается не буду я щас откручивать им значит меняться может светодиод и чистится внутри там не знаю при какой-то этой ситуации еще плюс у этого фонаря что у него сама вот эта линза это не линза здесь это вот просто углубление и отражатель стоит а линза вот она внутри маленькая она углублена то есть если вдруг мы что-то там как-то бьем его толкаем он линзы не разбивается очень удобно не так линза здесь сделано внутри очень удобно качественно ну грамотно сделал крышка мне очень понравилось защелка очень качественная там были другие фонари крышки не очень крепко держались это мне очень нравится не знаю здесь будет долго держаться или нет но я думаю что если аккуратно ну короче мне понравился я его взял решил вам показать для рыбалки вообще просто пипец то есть 13 часов киноте можно рыбачить 13 часов столько даже еда и темноты ты не бывает у нас пока слава богу очень классный фонарь очень ну что друзья мои это пять часов работы непрерывной работы этого фонаря в принципе все прекрасно видно пять часов можно ловить рыбу и не думал это значит фонарь светит в эконом режиме стоит на самую мощность и сравнение сейчас переключу на самую большую мощность вот так это самая большая мощность но вот такой там большой мощности вот принципе очень быстро садится как быстро то есть через полтора-два часа работы он становится тусклым где-то вот таким если нам нужно допустим в темное время суток заменить волктер мы приближаемся до кнарю и начинаем замену фонарь сейчас светит в эконом режиме и уже 7 часов он работает 11 часов работы фонаря такое ощущение что он светит также он даже не садится фонарь работает я в шоке 12 часов ночи я хочу спать подписывайтесь на канал вот сейчас где-то в 50 сантиметров в 40 сантиметров камера находится но но что до до